Скартаун Город Шрам — это протест против основ современной цивилизации? Жизнь как-то в Большом Городе сложна. И смысл в том, что очень много всяких сложностей здесь. И каждая сложность окладывает на себе свой шрам. Поэтому, наверное, это не протест, это просто реальность этой жизни. Жизнь в Большом Городе. Вертикальный предел — в чем символ этого названия? Все мы стремимся к чему-то. И в данном случае, когда в этом Большом Городе, с очень сложными и суровыми условиями жизни, всегда к чему-то стремишься, к высокому, идеальному. И на этом альбоме мы пытались взять свой вертикальный предел. То есть поднять ту планку, высокую, качество в российской музыке металла, который, на наш взгляд, поднимали пока в России единицы. Поэтому это предел для нас. Пока вертикальный предел. Спасибо, ребят. Желаю вам удачи в этом субботе. В процессе продолжительной беседы с музыкантами Скартаун мне удалось выяснить, что большинство участников группы имеет классическое музыкальное образование. И это очень помогает им в создании современного металла. Первый альбом Скартаун «Легенда Большого Города» вышел в ноябре 2006 года. И вот, спустя всего шесть месяцев, группа выпускает новый диск. Причем сказать, что вертикальный предел является последователем предыдущей работы, в полном смысле слова, нельзя. Уж очень заметна разница в композиционном подходе и звуке. В этот вечер на сцене «План Б» музыканты Скартаун отыграли большую часть наработанного материала, устроив небольшой праздник, пусть пока не многочисленным, но преданным поклонникам. Было по-настоящему жарко, но не последнюю роль в этом сыграло отсутствие нормальной системы охлаждения в клубе. Судя по этому концерту, парни не ставят себя в какие-либо рамки и не ограничиваются пределами. Это был сатир из клуба «План Б» с презентацией альбома группы Скартаун «Вертикальный предел». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok